В Бобруйске теплосети проводят профилактическую работу. В сетевую воду добавлен специальный зеленый краситель. Вещество поможет найти несанкционированные утечки из трубопроводов теплотрассы и определить плотность подогревателя горячего водоснабжения. В случае появления цветной воды из-под крана жители просят обратиться в энергослужбу. В Бобруйске отметят День танкиста. Праздник развернется в Киселевичах. Возложение пройдет в субботу у мемориала боевой славы. Начало в 12 часов. В программе концерт, площадка учреждений здравоохранения, аквагрим, лазертак и катание на лошадях. Для самых маленьких будет работать городок и батут. День танковых войск в Беларуси в этом году отметят 13 сентября. Жителям Бобруйска предлагают присоединиться к международной акции День без автомобиля. Она пройдет 22 сентября. В прошлом году в общей европейской кампании приняли участие 76 городов Беларуси. В этом уже зарегистрировались 45, в том числе и Бобруйск. Первый этап Олимпиады по финансовой грамотности Могилевской области начнется уже в сентябре. К участию приглашают учащихся 10-11 классов. Задания будут включать вопросы в виде тестов с вариантами ответов по темам. Личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги и не только. Олимпиада пройдет в четыре этапа. В Беларуси запустят производство продуктов для людей больных фенилкетонурией. Это редкое генетическое заболевание. Там будут выпускать каши быстрого приготовления, макароны, смеси для выпечки и картофельного пюре, молочные продукты с пониженным содержанием белка. Цена отечественных продуктов будет в два раза ниже, чем на импортные аналоги.